при весе 137 килограмм подтягиваюсь я от 20 до 25 раз очень хороший результат и он отдает свою флангу бабай цеплендов что скажу проливали у меня был компрессионный перелом вдавила межпозвоночный диск в поясничном отделе одного межпозвоночного диска нет вообще просто-напросто свою форму не дотянешь до той или иной винды а вот как ты справляется с этим нашим я тогда весил под 90 89 90 килограмм мы сейчас попробуем замерить дмитрия трубны и определить готов ли он участвовать в топ-8 на самом деле мы верим то что дима труд с этой задачей справиться на все сто дима разомнись хорошенько потом мы возьмем ручку определим максимальный результат твой максимальный результат на пальцы и на начать у нас есть прибор который мы заменим и уже будем четко точно знать сколько ты поднимаешь потому что то что мы когда-то делали ты помнишь да там перевесивали там какие-то гантели это все не точно вводим определенные стандарты то есть силовые показатели нам дают не как некую перспективу того в каком состоянии находится данный момент ответ слава богу что мы доехали в казахстан давно мечтал сюда попасть собственно говоря эта страна дала мне золотую медаль на чемпионате мира 2011 второй раз выиграл чемпионат мира категория 100 килограмм защитился на одной руке я был второй на одной руке я был первый мой выигранный первый чемпионат мира то есть который проходил масс в городе москита рядом с лас-вегасом в америке финале на правой руке боролся с гостадином я там выиграл с запасом именно вот левой рукой я стал пятым или шестым точно не помню а вот правой рукой это уже чемпионат мира я выиграл в польше финале боролся с фаридом усмановым категория 110 ну мой собственный вес был 100 11 102 килограмма тогда то есть я даже не стал гонять сотку выиграл 110 правой первой левой я был тогда вторым в алмате я стал чемпионом также в категории 100 килограмм если честно на себя сейчас здесь смотрю и себя не узнаю в тех фотографиях ты боролся с собственным весом ты не мог весить больше чем 100 килограмм я это кстати помню он хотел набрать больше не получал у меня было два года перерыва то есть череду именно тех попыток набрать вес прерывал именно случай когда я отдыхал два года не ездил на соревнования то есть у меня было время восстанавливаться время тренироваться я уже забыл то время весил до 100 килограмм всегда смотрю гору смотри что за дрыж там стоит а с кем тогда тебе было сложнее всего побороться я помню что там кероса кастадинов потому что ну грубо говоря это видео даже до сих пор это место да там на два пальца у него локоть висел он стартовал сейчас с висящим локтем судьи позволяли 1 верховика то есть старт дается удар по пронатору и он вкручиваем я там просто-напросто не своей борьбе мы рубились рубились и он одержал победу все абсолютно будут измеряться по определенному шахту и так когда-то мы ребятам позволяли сделать такой маневр подтягивает вес на себя и удерживает пальцы на самом деле это неправильно потому что атлет должен именно своими пальцами потянуть этот вес поставить локоть на подушку и зафиксировать скажем какой-то нам время одну-две секунды если этого человека не получится потянуть и начинают разворачиваться пальцы результат будет искаженный за знание столом уже не боремся до вся тренировка железом которая связана с армрестлингом именно с нашим видом спорта она так или иначе выливается в то что она повторяет стиле борьбы то есть как ты борешься за столом также ты и делаешь блок если ты борешься в крюк ты укрепляешь связку то есть можно просто статически держать можно именно прорабатывать ручка максимально анатомическая сделала так что угол будет такой же угол как при борьбе абсолютно одинаково сюда вставили при этом угол атаки трасса должен выглядеть следующим образом относительно стола это 30-35 градусов приблизительно такое положение как когда мы берем запас спортсменов точно и не тут на уровне плеча получается на уровне плюс-минус плеча у кого-то естественно это плечо будет выше а у кого-то будет ниже но мы приблизительно будем проводить параллель именно на уровне плеча а начнем свои измерения из взвешивания также антропометрические данные длины пальцев объем кисти бицепса предплечья начнем с бицепса мы боремся на правой рукой у нас для нас важно правая рука 52 с половиной 45 с половиной 21 21 29 13 сантиметров 31 сантиметр атлет в хорошей фазе подготовки мы надеемся его видеть в лучшей своей форме на топ-8 и ту череду неудач я думаю что дима в первом этапе топ-8 прервет сейчас начинаем набирать обороты вперед больше как говорится за страну за друзей за армрестлинг стол на котором мы выполняем это измерение тоже стол мазуренко прошло восемь лет прошло восемь лет восемь лет стол по железу как был такой и остался именно на этом столе это чемпионат мира да 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 еще раз раз четкий замер правильное движение и без защита на данный момент 63 с половиной килограмма интересно производитель этого тренажерного блока правильно славис да отвечает за свой вес это мы проверим но 63 килограмма если это было бы действительно так это очень хороший результат посмотрим потом замерим отличает ли за за слова как говорится производитель если быть откровенным с такой легкостью поднять 63 килограмма это означает что буквально он уже стоит у черты чемпионства мы все-таки обязательно перемерем это надо его перемерить потому что у меня тоже есть какие-то маленькие сомнения что там не 63 чувствуешь как забивается кисть то есть на данный момент я чувствую что кисть как бы она еще не забилась но затекает ладонь то есть ты чувствуешь что реально пальцы немножко подтекают ну допустим мне в первом круге выпал бабаев как я буду подходить к борьбе что я буду делать то есть основным аспектом основным аспектом основным аспектом моего плана борьбы именно с рустамом будет заключаться стартовое положение именно мы все знаем как технично рустам может стать на старт и вывести соперника в такое неудобное положение что он просто не сможет бороться с ним поэтому эту эту часть я буду всячески отрабатывать то есть чтобы он меня не загнал в те углы где я себя буду чувствовать не комфортно рустам становится намного ниже и он отдает свою фалангу судья всегда говорит фалангу фалангу то есть моя позиция верхняя и получается так что его фаланга всегда утоплены то есть в этом случае судья начинает отпускать мои пальцы вниз мою натяжку и здесь образуется такой небольшой карман в которой рустам умеет технично залазить вот именно этот карман мы будем убирать ну что ж такое это три только турнира в году это же наверно мало для атлетов для топ 8 я спрашиваю Дениса Денис это много или мало он говорит это много это много много действительно много то есть это полностью весь год задействован ты должен заниматься быть в форме полностью весь рабочий год то есть здесь у тебя нет времени отдохнуть потому что если ты возьмешь себе какое-то окошко на отдых ты просто напросто свою форму не дотянешь до той или иной вендетты а вот как ты справляется с этим нашим и все люди все люди ошибаются все даже когда я будучи уверен что я занимаюсь правильно я могу делать ошибки просто на это нужен руководитель тренер потому что со стороны хорошо со стороны ректирует твои ошибки говорит вот слушай давай может вот так же а может быть давай вот сюда сделаем то этим занимается ахмед ахмед алиев трейдер здесь висит 91 мы этому не верим у нас есть прибор мы это перемири одной рукой ему это удалось гиминет измерения подбойной верификации сначала мы измеряли его прибором который нам показал 44 800 и и прибор который мы привезли где-то сейчас показывает 45 900 вес на нашем блоке уже закончился и мы сейчас будем добавлять отягощение в виде гантель пошла кисть 55 и 8 килограммов это приблизительно вес который делает ну скажем 5 4 5 участников нашего топ 8 и у нас остается то есть чемпион денис цыпленков денис самый сильнейший с нашей восьмерки это не только мое мнение первая встреча с денисом цыпленковым приезжал к нам казахстан как почетный гость 2011 году по моему all-stars был другой турнир показательный спарринг был вот тогда я первый раз так в принципе поборолся с денисом цыпленковым понимал что с ним бороться нереально ну а когда уже держался за руку то есть начинал пробивать я чувствую что пальцы открывается я в принципе чувствую что есть шанс его побороть и к этому будем и стремиться к этому шансу потом я встречался но мы не боролись на один на один то есть на турнире мы встречались мы с ним не боролись ему на руку отдавал ну вот то есть вот в алмате это была первая единственная встреча где мы действительно с денисом немного боролись самое сложное это стартовая фаза это первые два поединка это будет самое сложное потому что именно в эти первые два поединка будет навязываться навязываться стиль борьбы будет ясна какая у кого выносливость то есть по выносливости кто сильнее кто слабее и кто физически конечно сильнее кто технически сильнее это все все решится именно в первых раундах в этот же год не мира кубок мира в абсолютке я был в категории третьим и в абсолютке я был третьим Арсен Лилиев был Баджин тогда приезжал я его выиграл он меня на левой даже выиграл в категории обману ну в его манере но в абсолютке я его на левой выиграл то есть Денис первый Андрюха второй и вот Денис третий был на мой взгляд единственное направление которое приведет к выигрышу у Дениса Цыпленкова это это борьба верхом можно даже через крюк но в конце именно с атакой на кисть потому что в бицепс ну бицепс там нереально там бицепс крюк у Дениса очень хороший я бы хотел бы выйти если бы такая была возможность именно в первом в первом армфайте именно с Денисом Цыпленковым а тем временем мы увеличим вес Дима хочет пойти на беспрецедентный шаг он хочет установить свой личный рекорд но естественно он шагнет через планку 60 кг это уже внушительный результат для рукоборца ТОП-8 как минимум попробуем шагнуть кто не шагает тот не идет Тяжело на стык у меня было какое-то представление конечно я предполагал что она будет подгружать пальцы кисть в принципе пока проходку прошел я чувствую что пол тренировки сделал он голодался покажи мы вас ждем ждем что мы ждем ну малыши еще они просто копируют отца буквально там это все щеглы силу показывают борются уже в садике и Гришка, Лешка сейчас вот в этом году чуть начнем старшего таскать в зал начал заниматься вот так надо показывать да? да покажи силовые показатели пальцев должны быть больше от натяжки и это верно почему? потому что если сейчас Дима сделает повторить результат тот который он нам показывал некоторое время тому назад на натяжку там было 85 кг то его пальцы отстают он должен на пальцы делать 85 кг а на натяжку чуть чуть меньше имея такие пропорции я думаю что в топ 8 Дима просто заходит сразу на позицию чемпиона про Ливана что скажу про Ливана пока пока ничто не скажу пока эту тему я оставлю будем заниматься мне бы хотелось чтобы я встретился именно вот с Ливаном не в первом круге а чуть чуть попозже чтобы у меня было время подготовиться подготовиться так не один два месяца чтобы у меня было хотя бы 4 месяца подготовки вот тогда тогда я вам скажу то между предплечьем и углом атаки будет ровно 90 градусов это будет правильный четкий результат если угол атаки у нас будет вот такой результат будет неверный или искаженный так же самое когда у нас угол атаки тоже будет неверный он будет больше включать спину и натягивать результат естественно будет намного больше. Поэтому в этом упражнении очень важно соблюдать все четкие правила. 46 килограммов, абсолютно четко в выполнении этого упражнения и сейчас мы будем делать больше. У меня был компрессионный перелом, вдавило межпозвоночный диск полностью в позвонок. Лет 7 назад уже было в поясничном отделе. Одного межпозвоночного диска нет вообще. Получается он продавлен. Грыжа Смауля, получается, называется. Диск его нет. То есть вот два позвонка, они стоят друг на друге без диска. Позвонок в разрезе и две обычные грыжи. Карьера моя профессиональная началась с Вендетты с Майклом Тоддом, Майклом Тоддом. Тогда я был намного моложе, азартнее. То есть я одержал победу. На тот момент, да и сейчас, Майкл Тодд считается одним из самых сильных и одним из самых неудобных спортсменов в мире. То есть я подобрал ключик, подобрал стиль борьбы к нему, одержал победу. Но после этого у меня была серия армфайтов, то есть с Андрюхой Пушкарем, с Дэйвом Чейфи и с Леваном Сагинашвили. Вот эти вот Вендетты, которые прошли неудачно, в принципе, это те спортсмены, которые могли выиграть, и вы даже выигрывали самого Дениса Цыпленкина, то есть самого сильного на данный момент человека. Я не боялся, я стремился к победе. Даже когда это дело у меня не получалось, я не ломался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знал, что это будет. Так я и знал. Но это ваша вина, извините. Этот блок сейчас выдержал самую максимальную нагрузку в своей вообще жизни в истории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Набор гантель, моя любимая гантеля, 64 килограмма, вот эта вот маленькая. Ей занимаюсь редко, но занимаюсь. И вот еще одно моё чудо техники. Это блок тоже я сделал сам, сварил. Грубо говоря, то, что валяло в сарае, в гараже дома железо, с этого железа собрал. Также током вытащил ролики. Отягощение, то есть это с советских тренажеров плитки. Турник тоже у нас сделан вот в такой вот манее. При весе 137 килограмм подтягиваюсь я от 20 до 25 раз. Все зависит от восстановления, как восстановился. В принципе, так разминка у меня всегда начинается с подтягивания и заминка обязательно подтягивания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот первые столы варились у нас 10 лет назад. Это нестандартные столы. Но для тренировки, в принципе, их хватает. Вот это стол с чемпионатом мира. У нас есть еще столы для пара армрестера. Укороченной длиной их также впрочем и стол становится ниже для пара армрестера. Вообще, самая первая моя победа такая значимая была. Это был чемпионат Азии 2006 год. Я тогда весил под 90, 89-90 килограмм. Участвовал по юниорам. Выиграл тогда категорию свыше 80. Первый день выполнил звание мастера спорта. Во второй день у нас не приехал один тяж со сборной. Ахмед, заходи, ты будешь бороться по тяжам для опыта. Все хорошо. То есть начал бороться для опыта. Одна, вторая встреча, третья встреча. Смотрю, дальше, дальше, дальше прохожу. И в итоге за один чемпионат Азии я выиграл юниоров и выиграл категорию плюс 110 среди взрослых. Со злотого мира, с Кубка мира. Вот первая медаль моя с чемпионата мира в Америке. Уже немного выцвело. Да, да. Вот золото с чемпионата мира Польши. Это всемирные игры кочевников. Такая тоже симпатичная медаль. Медальки, которые такие чемпионаты Азии, чемпионаты Казахстана. Тихо, тихо, тихо. Ходни, так зихо. Ну он же меньше, что ты. Мы садимся на задние парты и начинаем бороться. В его возрасте, я помню, мы сами боролись именно так. Я и записался на спорт. Ребята ходили, уже занимались. У нас четверо братьев. Отец Царства Небесного всегда хотел дочку. Ну, так Бог распородился, что у нас четверо братьев. И даже генетически все, допустим, мужчины хотят первенства пацана. Именно первенца. Я, честно сказать, хотел первенца девочку. Первый Макс родился. Макс, ладно, все хорошо, все замечательно. Пацан, как бы программа минимум выполнена. Давай будем дальше стараться. Старались, старались. Леша. Ну ладно, все хорошо, Леша. Пацан, пацан, все хорошо. Дальше старались. Гриша. Я уже начал задумываться, возможно, у меня тоже в моем роду девочек не будет. И получилось так, что вот Бог все-таки даровал нам сокровище, дочку четвертую. Спустя 10 лет после того, как обручились, у нас вот родилась милашка Милана Дмитриевна. Ну, я скажу так, что да, мой муж постоянно занимается, ездит на соревнования. Ну, среди всего этого он находит время, чтобы помочь мне. У нас большая хорошая семья. Мне также помогают его братья, когда нужно там забрать детей. Без проблем я могу обратиться в любой момент. Наши бабушки, они всегда с удовольствием остаются посидеть с внуками. Ну, как бы мы находим выход в ситуации. Вот эту легендарную игру я долго ждал. Половину прошел, половину не прошел, пока времени нет. Сейчас вот уже полгода я даже не прикасался к приставке. Ну, просто времени нет сейчас. У нас маленькая игрушка другая. Командует по полной. Появилась, поэтому эта игрушка сейчас отошла далеко. Раньше я играл ночами, то есть днем. Соответственно, это ты работаешь, а ночью уже позволяешь себе немного расслабиться и отдохнуть. Кстати, вот это Майкл Тодд персонаж. Вот посмотрите. Готов Вар последняя часть. Именно вот сейчас, в данный момент. Играем Майклом Тоддом. Реально похож, да? Да, да, нет. Это можно устроить, чтобы он вылез из-под стола. Я, я могу это устроить. Да. Выиграл Майкла Тодда. Взял пояс. Поехал на Арной Классик. Выиграл топор. Приехал домой, стал отмечать это событие. И мне подарили меч. Дон Григорий. Мой очень хороший друг. Который сейчас стал моим родственником. Он крестный моего младшего сына. Садимся с детьми и наблюдаем каждое выступление со своим мужем. Для меня нет разницы победы или поражения. Я всегда очень переживаю. Может быть, не только у меня существует такой момент, что, когда выступает твой любимый человек, такое ощущение, что борешься ты, как будто ты переживаешь все эмоции вместе с ним. Да, безусловно. Я, конечно, не имела такой возможности увидеть все поединки своего мужа. Но из того, что я видела, это, конечно, поединки с Андреем Пушкарем и поединки с Майклом Тоддом. Это было бурые эмоции. Это было очень, как бы, знаменательно и запоминающееся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...